Представьте себе, что вы уехали на отдых. И как же вам не беспокоиться, если дома осталось все добро? Магнитофон импортный, портсигар отечественный, сундук бабушкин с добром и наследством. Как не беспокоиться две недели? Как посмотреть, что происходит дома? Ответ очень простой. IP-камера для наблюдения через Wi-Fi из любой точки мира. И стоимость такой камеры сегодня самая минимальная. 3000 рублей. Я думаю, вам будет интересно посмотреть мой честный обзор о самой доступной IP-камере на сегодняшний день. Давайте вкратце объясню, как работает вот эта камера. Если у вас дома есть Wi-Fi, то она подключается к Wi-Fi. И вы, находясь в любой точке города или мира, можете подсмотреть все, что происходит у вас в квартире. Голова этой камеры поворачивается влево, вправо, вверх, вниз. В общем, мы по кругу видим абсолютно все. И что самое важное, имеем двустороннюю голосовую связь. То есть можно нажать кнопочку на телефоне и прикрикнуть на своего малыша, типа, Сережа, ну-ка марш учить уроки! И Сережа побежит. Кроме того, мы слышим все, что происходит в квартире. Однако, незаметно шпионить вы тоже не сможете. Горит зеленая лампа, которая говорит о том, что камера сейчас онлайн. Ну что ж, давайте распакуем ее. Сегодня у нас на распаковке камеры двух типов. Одна уличная, одна домашняя. Принцип работы абсолютно один и тот же. Они подключаются через Wi-Fi. И мы можем контролировать изображение, находясь в любой точке планеты. Главное, чтобы у вас в доступе был интернет. Внутри коробки мы обнаруживаем инструкцию, на которой сразу указано приложение KE, через которое будет контролироваться эта камера. Именно его рекомендует производитель. И хотя все инструкции на английском и китайском языках, в принципе, разобраться можно даже интуитивно. Посмотрим, что у нас находится внутри упаковки. И здесь, наверное, самое интересное. Идея купить такую камеру была не моей. Меня об этом попросила одна подруга. И я, как человек, который технически осведомлен, стал разбираться. Я посмотрел множество интернет-магазинов, почитал характеристики, повыбирал. И понял, что есть только один магазин, в котором у камеры реально работают все функции. Вот мы видим непосредственно сама камера. Достаточно футуристического такого дизайна. Современная, что очень важно. Здесь также мы видим, как кронштейн для крепления камеры, например, на стену или на потолок. Допустим, если вы собираетесь подвешать ее к потолку на специальное крепление, то это здорово, потому что в камере есть специальные настройки, которые позволяют перевернуть изображение или зазеркалить его. По сути, мы можем хоть на стенку вот так вешать, хоть вот так ставить, хоть вверх ногами. Разницы никакой нет. Сука, муха! Вот такой замечательный кронштейн для крепления камеры к стене и непосредственно для крепления самой камеры к кронштейну. Здесь мы видим вот подобное приспособление. При помощи винта вкручиваем. Прошу обратить ваше внимание на то, что сзади мы видим решетку радиатора. И это значит только то, что камера охлаждается через вот эти отверстия. И это значит, что вплотную прямо ставить ее на какую-то поверхность не стоит. Хотя ножки, конечно, чуть-чуть выпуклые. Вот здесь нагревается слегка. Если потрогать пальцем после продолжительной работы, вот здесь идет небольшое нагревание. Поэтому все-таки нужно крепить так, как положено, чтобы вот эти вот отверстия радиатора были открытыми и камера нормально охлаждалась. И зарядник. Качество шнура нужно отметить на высоком уровне. То есть, ну это качественный шнур. Видно, что это не дешевый китайский, а именно вот такие же абсолютно у телефонов Samsung были раньше, у прежних моделей. Зарядное устройство имеет у нас совершенно стандартные выходные параметры. 5 вольт, 2 ампера. Потребляет камера энергии совсем немного. Ее можно подключать даже к пауэрбанку, и все будет работать. Зарядник высокого качества, нормальный, хорошо упакован. И, соответственно, я предполагаю, что он перегреваться точно не будет. Еще раз покажу шнур, который имеет стандартные разъемы USB, microUSB. И это позволяет подключать камеру к пауэрбанку. Например, если питание к камере будет искусственным образом прервано, то она продолжит работать благодаря подключению к автономному источнику питания. И последнее, что мы здесь видим, это дюбеля, при помощи которых будет крепиться камера к стене или к потолку. Еще раз, вот, собственно, все содержимое упаковки. Это непосредственно сама камера с двумя Wi-Fi антеннами. Это зарядное устройство с хорошего качества шнуром. Это кронштейн для крепления на стену. И также вот такой винт специальный. И дюбеля для того, чтобы внутрь стены внедриться и вкрутить это самое крепление. Да, конечно, я нашел магазин, в котором эти камеры стоят на 500 рублей дороже, чем в среднем по рынку. Но зато в них работают все функции. Здесь и датчик движения в полном порядке, и ночная съемка. А для меня это очень важно. Я хочу, чтобы все работало как надо. Поэтому, если вам вдруг тоже захочется купить, ссылка на магазин находится в описании. Не благодарите. Давайте рассмотрим саму камеру. Конструкция очень простая. Все абсолютно понятно. И я думаю, что любой человек, даже не специалист, интуитивно разберется. Однако с подключением у меня возникли некоторые сложности. Поэтому я буду подсказывать вам, как сделать это быстро и правильно. Интересный момент по поводу Wi-Fi. Если камера передает изображение и сигнал на расстояние, допустим, 15-20 метров, то нужно суммировать с тем, насколько передает роутер. Грубо говоря, если роутер стреляет на 20 метров вперед, плюс камера на 20 метров вперед, то мы можем поставить камеру от роутера на расстоянии 40 метров. А это уже серьезное расстояние. То есть на первом этаже с девятого дострельнет. Ну, если вам это нужно, конечно. На задней панели мы видим сразу несколько разъемов. Это кнопочка Reset, которая может пригодиться, если камера вдруг подвисла и нужно ее сбросить. Две антенны для приема Wi-Fi. Ну, а проще всего подключить, конечно, через обыкновенный интернет-кабель. И так же все будет работать. Если у вас дома плохой роутер и низкое качество интернета, естественно, камера будет лагать. Самое главное, чтобы интернет был на самой камере. Потому что в случае чего, в случае возникновения какого-то движения в квартире в ваше отсутствие, она посылает фотографии к вам на электронную почту. Это все можно настроить. Можно и посылать видео на FTP-сервер. Как хотите. В принципе, вариантов много. Но основная функция, все-таки для которой предназначена данная голова, это наблюдение за своей квартирой онлайн. То есть для собственного спокойствия. Также мы видим здесь стандартный разъем под флешку, USB для питания. И вот, в общем-то, и все элементарно. На передней панели, помимо самой камеры, которая находится посередине, мы видим источник инфракрасного света. То есть наша камера прекрасно видит в темноте и переключается с помощью какого-то щелчка. Он на слух воспринимается. Эта кнопка показывает, что питание подключено, а также, что камера задействована. И никто потихоньку наблюдать за вами уже точно не сможет. Здесь мы видим датчик движения, который в случае возникновения движения в вашей закрытой квартире посылает вам сигнал о том, что происходит какое-то движение. Посылает вам фотографии на почту, либо просто сигнализирует о том, что что-то двигается. Возможно, это ваш котик. На объективе мы видим регулировку фокусировки в случае, если изображение получается размытым. Это достаточно удобно и достаточно оптимальное решение, которое могло бы быть в этой камере. Просто покрутите, добейтесь четкого изображения и все будет в полном порядке. На задней части мы видим отверстия под динамик, которые воспроизводят звук. А значит, что где-то есть и микрофон. Микрофон, который сообщает нам о том, что происходит у вас в квартире. Вы можете послушать происходящее и даже крикнуть на своего мальчонку. Вся конструкция имеет обзор 360 градусов, но это лучше показать. Давайте проверим работоспособность нашей камеры и попробуем ее включить. Для этого я использую обыкновенный пауэрбанк, как и обещал. Зажглись светодиоды инфракрасной подсветки, которые в принципе глазом фактически незаметны. Однако, если мы сейчас смотрим на них через камеру, то, конечно же, мы их видим. И вот началась автоматическая калибровка камеры. Даже в каком бы положении ни находилась ее голова, она будет установлена в какое-то определенное рабочее положение. В дальнейшем вы сможете ею управлять дистанционно. Поворачивать влево и вправо, вверх и вниз вокруг своей оси. И сейчас начинается самое интересное для тех, кто не подкован технически. Это подключение камеры. Все очень просто. Нужно зайти в Play Market. Обыкновенный маркет, где продаются приложения. Для Android, естественно. У Apple немножко своя конфигурация. Итак, мы вводим название приложения, которое было рекомендовано нам в самом начале. Оно автоматически появляется в поиске. И устанавливаем его. Это займет буквально минуту. Как мы видим, существует множество приложений подобного типа, с которыми эта камера будет работать. Благодаря своей прошивке. Она совместима со многими подобными приложениями. Ну что ж, после того, как приложение установилось, мы нажимаем открыть. Это произошло достаточно быстро. Разрешаем все, что можно только разрешить ему. Потому что мы доверяем производителю. Ведь его нам рекомендует компания, которая произвела эту камеру. Нажимаем кнопочку Add Camera. То есть добавить камеру. И здесь нужно ввести данные этой камеры. Некий УИД. Сейчас посмотрим, как лучше всего это сделать. Мы используем кнопку Scan QR Code, которая находится здесь сбоку на самой камере. Делается это буквально за 2 секунды. Нажимаем Scan QR Code и подносим его под камеру. Хоп. Моментально ввелись данные, которые необходимы для активации этой чудо-малышки. После этого настраиваем Wireless Installation. То есть Wi-Fi. Нажимаем кнопочку Wireless Installation и вводим пароль от Wi-Fi. Вы, конечно, не сможете взломать меня. Потому что сразу после этого обзора я поменяю пароль. 23. ТД, ТД. 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 Отлично. Нажимаем кнопочку Apply. Возможно, я неправильно произнес, поскольку английский у меня на уровне любителя. Нажимаем кнопочку. И здесь у нас появляется выбор. Какого типа? Do you hear the sound? И мы выбираем, конечно, активацию при помощи звука, потому что это какой-то прикол. Поехали. У камеры есть микрофон. И она слышит эти звуки. Это какая-то информация. После того, как все это произошло, мы нажимаем галочку. И все. Делаем Connecting. Камера онлайн. Ура! Все в порядке. Теперь, друзья, когда мы вошли, я могу вам показать, как регулируются все остальные опции. У камеры их буквально несколько. Во-первых, мы можем поменять пароль. И если вы боитесь, что вас взломают, вы можете эту проблему устранить. Мы заходим в опцию Alarm Setting. И здесь выбираем Motion Detection. То есть это датчик движения. В случае, если какое-то движение возникнет у вас в квартире, приложение автоматически передаст информацию вам на электронный ящик и приложит фотографию. Либо автоматически начнет запись, либо просто подаст вам сигнал. Все на ваше усмотрение. А это, согласитесь, крайне удобная штука. Ведь если у вас нет дома и дома нет кота, значит, что-то здесь не так. Следующая опция Action with Alarm. Что же нужно сделать, когда возникает тревога? И у нас большой выбор. Мы можем сделать запись на флешку. Мы можем отправить картинку на почту. Мы можем сохранить картинку на FTP сервер. И уж оттуда ее нельзя будет извлечь. То есть вы сможете это сделать. А злоумышленники точно никогда. Мы можем сохранить видео на FTP сервер. И это тоже очень важно. Здесь также можно видеть настройки записи. На ваше усмотрение вы сможете разобраться. Камера может включаться и выключаться в определенное время на запись в течение суток. Аудио настройки тоже важная информация. Исходящие звуки. Input Volume. Я бы поставил на максималку. Output Volume. Я бы поставил действительно на девятку. Потому что при большой громкости начинает хрипеть динамик. Здесь в опции Video Setting мы можем поставить максимальный битрейт. И здесь совершенно четко понятно, какой именно битрейт. В каком диапазоне есть в нашем выборе. От 32 до 6000 килобит в секунду. Хорошая картинка будет. Что касаемо настроек. Я рекомендую вам ставить настройки средние. Потому что если ставить больше, она начинает тормозить. Я подозреваю, потому что процессорная мощность не высока. Ну а что вы хотели, если камера стоит от 3000 рублей? Если вы хотите мегапрофессиональную супер четкую камеру. С высочайшим разрешением и большой матрицей. На которую даже блоги записывать можно. Ну тогда придется раскошелиться и отдать 30 тысяч, например. А то и 50, а где-то даже соточку. Согласитесь, за 3000 это решение оптимальное. По крайней мере я сам теперь использую это дома. SD-карт-сеттинг. Здесь мы можем отформатировать карту при помощи камеры, управляя ею с телефона. И естественно на самой камере никаких узлов управления нет. Все делается через телефон. И здесь есть возможность освободить место, поменять карту и так далее. Отформатировать ее. E-mail setting это значит, что настройки вашей почты. Здесь все так же можно очень сильно запаролить и никто вас взламывать не будет. Послушайте, кому вы нужны. Вот и все по настройкам камеры. Теперь давайте взглянем, как она работает и как это все управляется. Для этого входим в ту камеру, которую вы подключили. И для удобства управления переворачиваем телефон в горизонтальное положение. Сейчас камера направлена на монитор моего компьютера. И я могу шевелить ее головой. Посмотрите, я делаю движение и камера его повторяет. Я могу делать это и вверх и вниз. Сейчас я как раз показываю сайт людей, у которых я эту камеру и приобрел. Что касаемо разрешения этой камеры, то производитель заявляет о разрешении 720p. Это отчасти правда, отчасти нет. То есть, если мы будем записывать изображение на флешку внутри этой камеры, то картинка получается в формате H.264. И нужно устанавливать K-Lite кодек для того, чтобы посмотреть ее на обыкновенном плеере Windows. Ну а картинка при этом получается качество невысокого. Неизвестно почему. Скорее всего, потому что процессорная мощность внутри камеры невысокого качества и позволяет лишь небольшого разрешения изображения записывать на флешечку. Однако, если мы смотрим, просто наблюдаем и не записываем, тогда картинка получается действительно HD 720. И мы можем увидеть даже стрелки циферблата, которые находятся на расстоянии 4 метров от нас. То есть, это изображение высокой четкости. Теперь давайте посмотрим основные настройки, которые у нас доступны с экрана управления. Здесь мы видим кнопочку HD. Сейчас получаем картинку в HD качестве. То есть, невысокое экономное качество, если у вас интернет, допустим, слабый где-то за городом. Включаем HD качество, и это будет HD 720. Перезагружается картинка, и мы получаем это подвижная картинка, между прочим. То есть, обратите внимание, мы двигаем ею при желании. И это видео, по сути, не фотографии. Ну и, соответственно, здесь мы можем включить запись видео, чтобы видео записывалось сразу в ваш телефон, если позволяет поток. Либо оно уже будет записываться внутрь вашей флешки, которая предварительно вставлена в камеру. Также мы можем получать фотографии. Ну и самое интересное, на мой взгляд, это двусторонняя голосовая связь. Я запускаю звук. Раз. Слышите? Все, что я говорю, воспроизводит телефон с небольшим запозданием на пинг. То есть, на соединение. Погромче сделаю сейчас. Раз, два. Раз, два. На мой взгляд, скролл было бы логичнее сделать в другую сторону. То есть, если бы... Ну, в общем, как будто бы я картинку проматываю на фотогалерее, фотографию. А сейчас, как бы, получается, в другую сторону движение идет. Ну, что ж, работает нормально все. Я считаю, что этого вполне достаточно. Просто ради интереса хочу увеличить картинку, посмотреть, вообще, насколько идет высокое количество. Зум-ин, зум-аут, фокус-аут, фокус-ин. Чтобы все это значило. Ладно, смотрим. В общем, достаточно детальная картинка. И самое главное, я могу рассмотреть какие-то мелочи. Да и качество вообще вполне достаточно хорошее. То есть, это HD 720. И этого вполне достаточно, друзья мои. Что не может не радовать. Я хочу сейчас показать вам, что происходит с камерой, если мы выключаем свет. При помощи какого-то тумблера что-то переключается и зажигается инфракрасная подсветка. При выключении света картинка становится черно-белой. Однако, мы видим все происходящее в инфракрасном спектре. То есть, камера включает подсветку, при помощи которой мы можем лицезреть происходящее. Самое интересное, что я хочу вам показать, то, как эта камера справляется с темнотой. Сейчас я направлю ее на ваших глазах на соседний дом. Обратите внимание, фонарей поблизости нет. Ночь. Москва. Мы видим луну и видим дом. Достаточно четко. Вы понимаете, о чем речь? Маленькую квартиру, ну, наверное, если квадратов 8, 10 комнат или даже 12, она вполне осветит своими вот светодиодными инфракрасными излучателями. Что касаемо уличной камеры, то здесь совершенно очевидно, что она помощнее. Китайцы не поскупились. Во-первых, материалы хорошие, добротные. Это сразу чувствуется. Во-вторых, количество светодиодов зашкаливает, то есть долбит на большое расстояние. А это важно. Мы можем использовать ее как на даче, в подъезде, например, в коридоре, да, чтобы видеть, кто подходит вообще. И, наверное, у подъезда, на улице. Но там, наверное, ее могут разбить. Хотя это не точно. Хотя мы живем в России, здесь, возможно, все зависит лишь от того, в каком городе вы находитесь. Скорее всего, что в Москве и в Санкт-Петербурге ее не тронут. А вот в Красноярске, возможно, от нее не останется ничего уже на второй день. Ну что ж, друзья, мы приступаем к распаковке второй камеры, которая у нас для улицы предназначена. Посмотрим, как выглядит коробка. Как всегда, упаковка хорошая. Внутри у нас есть поролон, так скажем, мягкая упаковка. Это значит, что придет посылочка из Китая от производителя в полной сохранности. От упаковки многое зависит. И сегодня все предприниматели это прекрасно понимают. Что у нас внутри? Смотри, я эту камеру в руках держу впервые, честно вам скажу, и самому интересно. Как всегда, китайская у нас какая-то инструкция. Здесь, опа, что здесь? Ну, как бы ничего здесь особо не понятно. И, как я подозреваю, понимать особо ничего не нужно, поскольку все будет понятно интуитивно. Внутри упаковки мы видим блок питания. Это уличная камера. Блок питания выглядит обыкновенно. Я бы даже сказал по старинке. Здесь мы видим саму камеру, которая выглядит очень мощно и солидно. Действительно видно, что это уличная камера, поскольку очень мощный, красивый источник инфракрасного света при видеонаблюдении в темноте. Как она работает, я пока не понимаю. Скорее всего, эта уличная камера не имеет поворотной головы. Да, она просто фиксируется и все на этом. Мы ее ставим, например, возле подъезда, направляем вниз. И она постоянно наблюдает какую-то одну точку. Но, естественно, камера имеет широкий угол охвата. И мы обязательно протестируем и покажем вам, какой конкретно. Здесь вся та же самая история примерно. Это сама камера и два кабеля для питания, провод и для интернета. И, можно сказать, для видеосигнала, если быть точнее. Также внутри мы видим какие-то приспособления, в которых я пока что не разобрался. По всей видимости, крепежи антенна для передачи и получения Wi-Fi. Естественно, дюбеляк. Естественно, ключик специальный. И, я так понимаю, это что-то вроде какого-то уплотнителя, двустороннего скотча. В общем, что-то для того, чтобы камера на своем креплении не проскальзывала. Давайте еще раз посмотрим, что в комплекте. Непосредственно сама камера, два шнура от нее, видеосигнал, подключение к интернету и питание. Блок питания большой мощности. Сейчас покажу подробнее антенна. Ну и специальные приспособления для крепления камеры на стену. Блок питания на этот раз невероятно мощный. Здесь на выходе мы видим 1500 мА и 12 В. Это для того, чтобы работала вся эта неимоверно большая и мощная инфракрасная ночная подсветка. Еще раз покажу вам, насколько внушительно выглядит эта самая инфракрасная подсветка. И насколько ярко и далеко должна она светить. Я подозреваю, что камера не боится воды и дождя. По весу она достаточно легкая, приятная по качеству исполнения материалов. Хоть и сделана в Китае, но сделана качественно. На минуточку, айфоны тоже сегодня собирают и делают в Китае. Это уже ни о чем не говорит. Другими словами, обе эти камеры не подходят для шпионажа. Если вы хотите там, допустим, какие-то вещдоки собрать, ну, увидеть машину, которая проехала, куда-то уехала и чего-то там сделала нехорошее, ну, чтобы поймать злоумышленников, то, наверное, нужно брать более профессиональные варианты камер. А если касаемо вашего личного наблюдения, для собственного спокойствия, чтобы знать, кто подошел к вашей двери, чтобы видеть, что на вашей даче все в порядке, еще ничего никто не спалил, никто не залез туда, то этой камеры более чем достаточно. Самое главное, я напоминаю, что ценник максимально демократичный. Большая камера отличается от маленькой тем, что ее лучше ставить на улице. Во-первых, она не боится воды, ее можно вполне залить дождем, или, в общем-то, оставить на улице хоть зимой, хоть в непогоду, да, собственно, хоть когда. Она на это и рассчитана. Единственная проблема, которая возникает из-за этого, чтобы добраться до отсека с флешкой, нужно снять вот эту крышечку. Что же касаемо угла обзора, то здесь он также шире, чем у камеры домашнего наблюдения, но зато у камеры домашнего наблюдения поворотная голова, а здесь нет. Вы знаете, я специально выбирал камеры, которые в нижнем ценовом сегменте, то есть самые дешевенькие, потому что это народная камера, потому что, ну, никто не станет покупать просто для баловства какого-то, и чтобы понять, надо ли это вообще, какую-нибудь там камеру за 100 тысяч или устанавливать систему видеонаблюдения. Конечно, никто этого делать не станет. А когда мы говорим о трех тысячах, ну, блин, многие захотят попробовать. И вот я вам, в принципе, такую возможность предоставил. А на сегодня это все. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Здесь будет регулярно выходить какая-нибудь годнота. Например, сейчас у меня в руках классный электросамокат Xiaomi. Тот самый известный электроскутер. Но обзор о нем выкладывать я не спешу, потому что сначала я должен на нем поездить. Прочувствовать все его плюсы, все его минусы, понять, как он вообще работает. Уже только потом я могу выдать вам достоверную информацию. Короче, я не из тех обзорщиков, которые впервые в жизни держат гаджет в руках и уже о нем что-то рассказывают и делают какие-то выводы. Это полная фигня, это неправда. Конечно, хайпажеры по-быстренькому выиграют и наберут просмотры. Но в долгую по-любому выиграю я. Со временем аудитория поймет, что если обзор сделал Евгений Донец, то информация в нем максимально достоверная. И пусть он не вышел сразу, зато это честная информация. И вы не потратите свои деньги не пойми куда. В общем, увидимся мы с вами в следующий раз. Подписывайтесь на мой канал и приглашайте сюда друзей. Всем пока, увидимся наверняка. Это и есть сайт магазина. Классический такой лендинг. В нем на самом деле все просто элементарно. Характеристики камеры указаны. Здесь есть обзор. Возможно, и этот обзор появится на страницах данного магазина. В общем, все понятно. Я почему и выбрал этих ребят, что их лендинг чаще попадался на глаза. Значит, максимально хорошо все настроено. Значит, ребята подходят к своей работе очень ответственно. А для меня это является большим показателем. Какой лендинг, такой и бизнес. Если вам что-то непонятно, ну, я бы на вашем месте просто вбил имя, фамилию, номер телефона, нажал кнопку заказать, и вас бы очень быстро проконсультировали.